Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться очень вкусным рецептом торта Сникерс. Получается он невероятно нежным, абсолютно неприторный, поэтому не буду вас томить. Давайте будем начинать! Для бисквита нам понадобится 100 грамм какао, 200 грамм муки, 250 грамм сахара, полторы чайной ложки соды, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 2 яйца, 100 миллилитров горячего крепкого кофе, 180 грамм кефира, 75 грамм растительного масла и 1 чайная ложка ванильного сахара. Для начала кефир соединяем с содой, размешиваем и оставляем приблизительно на 15 минут. Пока кефир настаивается, объединяем сухие ингредиенты и хорошо их вымешиваем до полной однородности. Яйца объединяем с сахаром, щепоткой соли и ванильным сахаром и отправляем взбиваться в миксер приблизительно в течение 5 минут. Нам нужно добиться плотной белой пены. Возможно вам понадобится для этого чуть больше времени, все будет зависеть от мощности вашего миксера. Мой миксер мощностью 900. Как только яичная масса побелела, понижаем скорость миксера на минимум и тонкой струйкой начинаем добавлять растительное масло. Даем немного перемешаться и сразу вливаем кефир. После чего сразу начинаем по одной столовой ложке добавлять нашу муку, смешанную с какао и разрыхлителем. Делаем это не сильно быстро для того, чтобы миксер успел все вымешать и в тесте не было в итоге комочков. После добавления всей муки оставляем тесто вымешиваться в миксере еще приблизительно на 2-3 минуты. Одну чайную ложку растворимого кофе заливаю 100 миллилитрами крутого кипятка, выливаю в тесто и оставляю вымешиваться до полной однородности 1-2 минуты. Бисквитное тесто выливаем в заранее подготовленную форму диаметром 18-20 сантиметров и выпекаем при температуре 180 градусов в течение 60 минут. А для того, чтобы бисквит пропекся как можно более равномерно, накрываем его фольгой. Готовый бисквит отправляем для стабилизации в холодильник как минимум на 6 часов. Для карамели нам понадобится 250 грамм сахара, 50 миллилитров воды, 250 миллилитров сливок жирностью 33 процента и также понадобится 50 грамм сливочного масла и 1 чайная ложка морской соли. В сотейник с толстым дном и высокими бортиками высыпаем сахар, добавляем воду и отправляем на огонь. Будем с вами варить сироп. Сироп нам нужно варить приблизительно до карамельного цвета, но также можно ориентироваться и на температуру. Нужно довести сироп до температуры 170 градусов. Как только сироп достиг нужной температуры, снимаем с огня и добавляем сливочное масло. Вымешиваем до полной однородности, после чего добавляем соль и горячие сливки. Будьте осторожны, сливки начнут очень активно бурлить, поэтому ваши стенки сотейника должны быть высокими. Будет возможно брызги, поэтому постарайтесь не обжечься, добавляйте небольшими порциями, так вы обезопасите себя. После того, как ввели все сливки, опять отправляем сироп на огонь и увариваем до нужной густоты. Это может занять от 5 до 10 минут. Все зависит от того, какую густую карамель вы в итоге хотите получить. Я уваривала свою карамель 10 минут. Пока карамель горячая, она достаточно жидкая, но после полного остывания она станет намного гуще. Пока карамель горячая, выливаем в удобную вам посуду для хранения и отправляем в холодильник. Для крема нам понадобится 60 грамм сахарной пудры, 150 грамм творожного сыра и 250 миллилитров сливок, 33-35 процентов жира. В заранее охлажденную дежу миксера выливаем ледяные сливки и отправляем взбиваться в миксер, постепенно увеличивая обороты. Нам нужно добиться мягких пиков, после чего можно добавлять сахарную пудру. Делаем это постепенно, каждый раз давая миксеру возможность вмешать пудру как можно лучше. После чего в три захода добавляем творожный сыр. Даем крему вымешаться еще буквально в течение одной-двух минут и выключаем миксер. В итоге у вас получится достаточно плотный крем, который отлично держит свою форму. Для мусса нам понадобится 100 грамм шоколада, 150 миллилитров сливок жирностью 33-35 процентов, 5 грамм желатина и 20 грамм воды. Для начала замочим желатин и оставим набухать приблизительно на 5-10 минут. В горячие сливки отправляем шоколад, размешиваем до однородности и отправляем в холодильник до полного застывания. Сливки должны быть очень холодными. Для того, чтобы мусс сбился как можно лучше, предварительно держу, отправляем в морозилку на 10-15 минут. После чего выливаем охлажденные сливки и отправляем взбиваться в миксер. Сначала ставим небольшие обороты, после чего постепенно начинаем их увеличивать. Таким образом получится более пышный мусс. Когда сливки взбились, начинаем тонкой стройкой добавлять желатин. Взбиваем еще буквально минуту и выключаем миксер. Вот такой приблизительно по структуре у вас должен получиться мусс. Готовый бисквит разрезаем на три части любым удобным для вас способом. Я это буду делать струной. Теперь можно приступить к сборке торта. На дно формы укладываем бисквит, обильно посыпаем его орехами и поливаем сверху карамелью. После чего выкладываем слой мусса и аккуратно разравниваем по нашему бисквиту. Мусс накрываем бисквитом, слегка его притапливаем для того, чтобы бисквит лучше объединился с муссовым слоем и посыпаем обильно орешками, поливаем карамелью. Сверху выкладываем слой крем-чиза, хорошо разравниваем по форме, накрываем очередным бисквитным коржом и слегка притапливаем. Остатками крема покрываю верхнюю часть коржа и отправляю свой торт для стабилизации в холодильник как минимум на 6-8 часов. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также, конечно же, буду ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все, всем пока-пока!